итак доброе время суток уважаемые любители футбола мир за пример лиги у нас продолжается и сегодня мы поговорим с нашим еще одним гостем очень хорошим и относительно запада уже тоже играющим очень давно андрей иванов из футбольного клуба медил сегодня ко мне присоединиться и конечно же мы с ним обсудим и его команду которая кстати образовалась совсем недавно именно сам этот клуб у нас есть ролик уже их игры хлеба бережно мы просто пройдемся немножечко по результатам выходных прошедших мы конечно же посмотрим на выходные будущее что через небольшую паузу андрей ко мне присоединить так андрей иванов ко мне после этой паузы присоединяется андрюх приветствую тебя спасибо большое что пришел присоединиться к проекту вот я так понимаю времени в любом случае недели немного еще раз благодарю тебя за то что приехал и от одних детей к другим до этого и тренируюсь вот расскажешь подробнее работаю в футбольной школе тус на 101 это бывшая школа красных лет премьерой 2005 год будущих как говорится нашего футбола будущее поколения да андрюх ты ну будет двигаться хронологически да ты на западе уже очень давно все время играл за барс и сейчас собственно кстати снова обновил эти игры также всегда любительская футбольной лиги западные 5 на 5 также был всегда в одной команде от ранее да потом теперь уже в неделе и на все это было действительно пронижение одного долгого времени и получается так что ты ну тебя один клуб да одна карьера вот это прежность именно такого стиля что ну если я востребован как я был в барсе перед барсом я играла на конькова давали там тоже играл три сезона потом вот через лёху черенкова попал в барс потом 5 на 5 пошел к отрам сейчас решили друзьями не бил команды за баз ты выиграл и западную лигу да и я также в любом случае участвовал в кубках и чемпионатах россии вот если у тебя какой-то например либо любимый трофей за этот коллектив или был какой-то отдельный матч может быть ну как бы так если вспомнить да я пять лет про провел не считая сейчас когда играю за барс на протяжении мне кажется 5 лет мы выиграли ну все что можно таких мам матчей не вспомнишь но есть только можно волосы когда мы чемпионами россии стали тогда мы проиграли 1 0 3 1 выиграли я забил отдал отмечился все сложилось да вот так же кстати не могу пройти стороной один момент это об этом кстати вот дима и стем мы на контактами футболе гисмином смену вспоминали еще вот в 2014 году у нас как раз бралась лидическая сборная россии вот и в этом году как раз и она ездила снова туда где выступала самый первый раз в греции потому что нас на то же самое место вот и а ты кстати был одним из первых футболистов которые как раз вызвались в сборную россии а любительство вот какие у тебя на тот момент были чувства вот какие ожидания предстоять ну поехали первый раз понятно ну дима собрал коллектив хороший что еще запомнилось ну просто на не положили ковер на песок ну на песок и с каждой игрой он все подымался ну бы в конце или ямы или бугры были но все равно как бы я думаю если бы не когда мы хорватии проиграли по серии пенальти полуфинале и немцам за прям за 10 секунд до конца пропустили гол и проиграли тоже по пенальти ну конечно для первого раза в любом случае могли пройти дальше да но очень сильно расстроились расстроились да но я повторяю мы ездили первый раз я думаю очень хороший результат был потому что я так следил за потом ребята ездили до такой стадии не доходили это только вот по последнее время ну на на наша сборная все выигрывает и 6 на 6 и 7 на 7 да вот так кстати вот я там играю у нас собираются сборная команды мы ездим на турнир на турнир на турнир за чехов я там играю у нас собираются сборная команды мы едем на турнир где славения там приезжают из тоже из хорватии черногори радар да 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 ну и вот на протяжении как бы шести лет мы постоянно турнир выиграли 6 на 6 ну и как вот 6 на 6 нравится и вот насколько сильно примерно от 5 на 5 по твоим ощущениям там мы играем в большие ворота не маленькие а 6 на 6 большие ворота как как чуть-чуть поменьше чем 8 на 8 ну отличается конечно мне кажется что футбол 5 на 5 6 на 6 он отличается я думаю си 7 на 7 только поближе к 8 на 8 на остальное как бы где есть отличие вот на данный момент твои вот карьера как футболиста ты больше приоритет отдашься 8 на 8 или 5 на 7 вы понимаете когда начинал 8 на 8 конечно было в приоритете но сейчас мне кажется когда уже и в возраст становится 5 на 5 больше приоритете и ты дебютировал за катран да в лиге да хотя как бы у тебя и не только твои однокомники из барса уже играли в 5 на 5 вот почему ты выбрал именно катран получилась у нас по школе тренер был судариков александр 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 сейчас возглавляет в академии спартака селекционную службу детка и у него друг должков сергей который сейчас руководит адидасом 8 на 8 он как бы уже там играл мы как бы списались я дебютировал ну там получилось как володя егоров когда меня увидел он судил мы еще тогда за барс вместе играли он сказал все ты андрюха развалил лигу потому что он знает что я за бим бесплатно не играю но а это создавалось 5 на 5 любительский футбол он горит все если по пошли платят значит это если один из первых создал такой прецедент именно ну да 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 два года кстати вот спустя точнее вот два сезона назад получается катран создал дубль вначале да и потом его назвали миги вот сейчас же мы делаем это уже отдельная команда вот почему и так лучше но получилось потому что мы не знали сколько на игру у нас народу будет собираться друзьями поэтому мы решили создать дубль катрана если что попросить ну каких-то игроков нам помочь но кроме одной игры кроме одной игры мы справились своими силами и я думаю мы сделали это очень уверенно выиграв с первого сезона вторую потом первую лигу да и вот кстати об этом результате вот первой лиге был всего одно поражение вот насколько одно может быть обидно было какой-то момент посмотрели календаре уже понимали что может быть без поражения может пройти лишь да ну я не думаю что это столь важно без поражений или поражения главным главное что мы вы выиграли первое место а я так есть вспоминать даже и не помню кому мы проиграли потому что ну вот я сейчас играем в высшей лиге ну понятно что уровень первой и высшей лиги сразу ощущается очень и очень разница потому что ну первую лигу понимать что если мы прошли этим же составом с одним поражением сейчас мы как бы на том месте где сейчас находимся вот вышли да как раз в премьер-лигу вот какие цели сейчас у медила вот на этот сезон просто закрепиться именно поиграть ну я думаю что задача у нас президент команды поставил поставил он вообще задача была в пятерке начали неплохо ну понятно что команды тоже втянулись сезон и с каждой игрой как бы труд 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 приходится но я не помню ни одной игры чтобы мы проиграли в одну калитку и вообще вот как не дел обычно нормально собирается на юге просто я сам понимаешь в мини футболе также очень важны проблемы сбора это да ну у нас всегда как бы 6 7 человек но бывает что и и 10 человек просто у нас все все ребята работают все и у всех семьи кто-то может приехать кто-то нет поэтому и получается что ну в любом случае кто-то где-то задействовал да смотри ты уже сыграл 12 игр но я честно говоря удивился когда посмотрел статистику нет ни одного гола ни одной игревой передачи что случилось просто для меня это не привычка но там это имеется ввиду в зале да конечно ну там были игры игры там неправильно запомнили протокол как бы я написал написал что бесправильно но как бы не справили я как бы ну и последнее время что-то часто у нас травмы идут в отличие меня да ну в любом случае вот и как раз так как мы с тобой так же за барс вместе выступаем мой так что на не последний да получается игре а там была поэтому адрюха я в любом случае конечно без здоровья желаю вот и восстановление спасибо большое ну и у меня благо отлегло ты забил пять на пять и все хорошо нет нет ну да кстати разрешили вот наш спор андрей вот за руси сейчас выступает амара разрешили вот и мы с ним подпорили на то что я сказал что андрей ванов был выше чем ты я не знаю это не значение ну так ну скажите что выше может ему приятнее будет хорошо вот медил как команда себя позиционирует первую очередь вот может быть у кого-то может показаться ощущение что команда как друзей да и собралась просто ради того чтобы именно поиграть или же нет если определенная задачи и цели и желание ее добивать поиграть и если задача стоит это во дворе можно получилось как мы смотрели три года назад циска спартак он у нашего президента дома и в в этом этот момент ребята предложили создать команду создать команду и вторая первая лига сейчас выше лига без задачи как бы трудно да ну я еще раз говорю можно собираться и во дворе играть а так президент папа поставил задачу понятно мы по пока ее не выполняем не выполняем но еще еще как говорится все впереди и второй круг да но как считаешь реально ли медилу в этом сезоне именно занять хотя бы 5 ну нереально ничего не нету но будем смотреть как бы на результат и года берут свое когда берут свое поэтому мы сейчас омоложаем со состав привлекаем молодежь ну будем стараться как говорят да так же кстати вот андрюха есть у нас запись игры левобережным следилам я предлагаю тебе посмотреть можем разобрать и несколько опасных пизод мы также посмотрим да конечно вращаемся мы с андреем ивановым а дэй но то кстати еще один маленький вопрос их перед тем как мы посмотрим ваши встречи с левобережным вот когда подходишь например вот мы играли еще на голова ровно рублевки или у нас есть на сетку да сейчас переехали в зал вот как только начинаешь подходить к какому-то из этих полей сразу издалека слышно дай вернись назад один вот и сразу понимаешь что где-то рядом играет иваныч вот откуда вообще вот этот подсказ пошел у тебя как тренера когда играл потому что без подсказа понятно в современном футболе трудно тем более в мини-футболе когда есть игроки которые в один в один разбираются второй игрок обязательно должен помогать сужать хотя не некоторые что кавкатране что даже ребята друзья мои из медилы некоторые как бы обижаются не обижаются да 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 может просто я очень ну я просто эмоциональная игра как не люблю проигрывать чтобы кто кто-то стоял не отрабатывал поэтому и получается что конечно но и в любом случае просто у тебя здесь это хорошо и звонка и самое главное по делу получается и попрошу кстати ребят из медилы обязательно к древнам присутствует спасибо да да ну что санды и тогда перейдем да как как раз так и к игре есть у нас запись моментов 1 посмотрим и вот здесь вот а так или убережно тебя на этой игре не не было смотрел ты может быть сам эту игру или нарезку и если честно есть честно нет я не не был да у меня тот день дети играли не смотрел но ребята выиграли ребята молодцы и вот как раз да извини вот первый был такой хороший у вас получился дальней передачи и в этой игре очень здорово ваш вратарь еще играл и очень много ну да свят он помог нам он у нас вообще в команде три голкипера да 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 не ну да у нас просто один час по 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 семейным как бы не ездит вот а два два других вратаря как бы меняют друг друга кто может кто не может а сейчас неплохо он передач сделал он в гамболе играет команде а то есть понятно почему так хорошо да 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 это большой плюс наша команда да вот кажется первым смотрели можем также немножко дальше двигаться такая достаточно не жесткая эта игра получилась вот один раз играл с левобережным как тебе вообще ну он тот сезон у них не получился не получился в этом сезоне они одни из лидеров поэтому ну да вот поэтому вы выиграли очень как бы хороший результат да и вот как раз посмотрим немножко пропустили вернемся вот кстати как себя чувствует медил в плане того что вы любите больше забивать первыми например или если пропустить 0-1 еще больше доведетесь и как-то войдете ну я думаю многим командам пропускать никогда не нравится не нравится а наши мне кажется нам наоборот когда мы забиваем может чуть-чуть груз ответственности у нас как бы падает и и начинаем по бугу ли более уверенно играть да и вот как раз и второй гол сейчас да вот здесь ошибка от игрока левобережного и неплохой контратак и вот ну да видно было по 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 моменту десятый номер вводят аут а он стоит за 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 линии мяча футбол смотрит ну и сразу гол самый сложный матч в этом сезоне может ли как самый сложный самый сложный скорее всего был ну наверно с с элементами наверно хотя они чем не понравилось они и сами играли им нам давали но и у нас моменты были и у них мы сыграли 32 но до последней минуты интрига держалась да вот кстати как раз второй темп вашей встречи начинается и вот как раз мы говорили да вот быстрые голы могут быть да не только понятно начали первого да ну вот и вначале второго тайма вот здесь вот не встречал до ваш игру ну да было сделать пару шагов но здесь надо было ребятам подсказывать я думаю не хватил если она поле был да 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 ну и там тоже удар из-под игрока но мне кажется стас такой дистанции я думаю вратарь мог выручить ну и потом кстати вот так далее в бережный забил они уже так более начнет нагнетать на ваши ворот вы кстати лево берет но одна из черт это в любом случае команды да и очень часто они играют но я вот сейчас а брать обратил внимание что у нас тоже идут трое человек на замене трое человек на замене но мне кажется с такими командами это мало наоборот чтобы быстрее все двигался и мяч двигались и перемещались надо побольше но хотя бы еще одна четверка так что например две равные четверки могли бы собирать могли могли но только вот не некоторым наоборот тяжело в игру вступить минуту-полторы а отыграть и замениться некоторые любят больше играть он у нас поэтому некоторые говорят что лучше человек шесть-семь собираться и все ну да но иногда я согласен с тобой что слишком много замен наоборот может и игру и спорта да да вот да вот как раз и видели вода 2 пропущенный неплохо получилось левобережного но потом кстати игра снова уровня первая пятиминутка была за соперниками но потом как мне кажется знаешь немного как не снова болезнь твоей команды покой и взяли также и глупо стук контролем было еще кстати пару интересных а так идем и кстати вот очень нравится в вашем составе восьмой номер а подскажи пожалуйста как баен дима да очень здорово потому что как и сказал команда в это знаю но двигается а он не кстати как и все остальные очень здорово ну и вот как раз шанс был убережно выйти вперед да практически концу подходит а до этого как раз и было атака и вот здесь вот обменились моменты но благо в том случае василий димоский выручил но здесь просто игрок левобережного ворота ну вот с план как раз подходим к третьему забит мячу и вот здесь уже снова заметьте левобережный поменялся на пятерку полевых игроков снова спасение врата львы да и два человека не бегут назад да они бегут назад и вот здесь хорошо да вот не видно было момент удар этот как мне показалось наверное для вратарей левобережного ну я сам играл в динамо мини футболе как когда вратарь не видит мяча он немного должен присесть чтобы выглядывать сейчас я вел вратарь стоял на на прямых ногах поэтому и и получилось так ну как бы мам мое мнение с ребятами разговаривал с ребятами разговаривал и сейчас по видео я вижу да это не не влияет на заслугу это моих друзей но видно что во все во всех почти пропущенных мячах вратарь сыграл неудачу да ну что же здесь еще победы до с этим матчем закончим мы давай тогда плавно перейдем как раз таких окончания посмотрим как у нас результаты предыдущего сейчас на ваших экранах у вас была встреча с нска как мне показали соперником встречался и также вышел в первую дивизию ну да мы их в первом дивизионе постоянно ну это да ну там подвела реализация резервироваться и собственные ошибки нам вратарь умудрился два гола забить от своих ворот ничего себе такое тоже не часто было не не часто тем более в то второй гол со слабой ноги и верхом да вот так же большой театр в этом сезоне немножко расстраивает своих болельщиков самих себя первую очередь снова поражение футбольного клуба центра и большой театр на сам вообще на одни таблицы болтается неожиданность ли это для тебя но тот сезон тот сезон мы же в первой лиге играла я не 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 следил до завершили но раньше да баба большой театр как бы когда они собирались очень сильно команда была вот еще какой-то из-за результатов вот этого семнадцатого тура прошедшего я думаю да атлетик с удивил потому что за нас играет тальский алексей он является тренером тройка диалог и уделяет по поражению потому что мы с ними играли я не увидел за счет чего они могут обыграть этот делок но у лидеров все стандартно у юной тельниса раздомное положение поражение над метеором или выбережно так же там ноги здесь 70 я но вот правда поражение флагмана ну да вот это тоже результат неожиданно но как бы я с ребятами я пересекаюсь они в барсе играют кто-то флагмане но мне кажется там тоже все отбор за из дома и иногда относительно нашей игры скажу на 6 человек было его здесь как раз таки вот на скамейке как и ты говорила в игре например с элементами да вот одного-двух его как раз мы бы точно ну ничуть зацепили что же это туры который был прошедшие это давай заглянем в таблицу премьер-лиги да но здесь на платформе месту вообще никаких плата что соображений да есть первый преследователь левобережный вот как считаешь юной тельнис в этом сезоне сможет ли кто-то опять сместить дистала или они так так же уверенно доведут мне кажется да потому что да доведут до золота потому что я там из команды со многими играл и они этим же составом еще играют или играли в бизнес-лиги каждую неделю в сокольниках у ребят очень хорошие как бы и собираются ну и я слышал да и их там мотивирует мотивирует на на каждую игру вот вот да так же левобережный ну пока что ближайшие тресеты и на тельнис флагом на третьем месте ну и как раз мигил на 11 строчке да но здесь получается смотри ваши ближайшие конкуренты конкуренты это как раз таки виктория ммфм ну я думаю скм с карельми также можно эту группу да все будет зависит я еще раз говорю как мы будем собираться потому что не некоторые какие-то игры не могут очень много у нас травмированных как грецы еще второй круг там посмотрим там посмотрим что же таблица была на экранах а ну а теперь нам осталось только посмотреть посмотреть календаре тура как раз и ближайшего восемнадцатого здесь какой кстати вот да и встречу выйдет собой центра я бы выделил восход флагман ну да 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 ну какая ну я не думаю что если к которым соберется у него будет балом большие про проблемы в игре с иском ну и также у нас но молнии соперника ты относишься потому что левобережный как раз молнии играть и принципе вот для меня знаешь молнии это такой соперник который действительно если захочет они могут обыграть ну я их не видел в этом сезоне я помню даже если мы с ними играли про просто нет не помню то я игру эту проб пропускала на и ну дети играли поэтому я попыток команде ничего не могу сказать но мне кажется если левобережный сыграет свою силу он должен выиграть да ну и вам кстати вот как раз так что мы с тобой говорили даме дело играется с одним из ваших конкурентов по середине таблиц с ммфм кстати по он также команды до из первой дивизиона да мы их обыгрывали да обыгрывали просто то да мне кажется они вы выше нас идут будет если мы их обыграем то я думаю мы вы выше них должны подняться ну будем надеяться что мы вы обыграем их 16 10 в субботу андрей иванова ну а мы будем потихонечку заканчивать конечно же отпускать отца не маленького семейства да скорее как раз к его детям спасибо большое андрей что пришел сегодня спасибо большое спасибо разговор что же смотрите пожалуйста не любите футбольные лиги и мы увидимся вместе с вами через две недели всего хорошего сына не